Сотрудники милиции проводят рейд на Карасуйском базаре уже второй день, а потому детей, праздно слоняющихся по улице или занимающихся торговлей, мало. Но встретить все же можно. Этот четвероклассник занимается развозом лепешек на продажу. Торговцев ничуть не смущает, что малыш не за школьной партой, а на рынке. Они даже пытаются его оправдать. Украденное детство для сотен детей уже становится нормой. Многие родители считают, что ребенок должен зарабатывать кусок хлеба сам. Малейшие замечания по этому поводу воспринимаются родителями в штыки. Я объяснила его учительнице. Вот заработает на одежду и потом пойдет в школу. Сейчас нет такой возможности. Другая группа детей, не посещающих школу, завсегда-то и интернет-клубов. К примеру, вот в этом, без вывески и названия, на момент прихода милиции оказалось более 10 детей. Это не единичные случаи. Мы выявляем подобные факты почти каждый день. Составляем протокол, оповещаем родителей и руководство школы. Похоже, для большинства этих детей подобные приводы в милиции уже стали нормой. Ведут они себя спокойно, даже развязно, зная, что отделаются краткой беседой о необходимости посещать школу. Мы можем задержать их всего на три часа. За это время уточняется их место жительства. Вызываются родственники. Психологи проводят беседу. Медики – осмотр. Назвать реальное количество детей, не посещающих школу, специалисты не могут. Во всяком случае, в отделе социального мониторинга и развития полупредства правительства Павловской области заявляют, что таковых в области вообще нет. По отчетам районных отделов, образования детей постоянно не посещающих школу нет. Есть, правда, дети с ограниченными возможностями здоровья. Где-то порядка полутора тысяч. Но они тоже частично охвачены образованием. Видимо, в озвученную информацию зав. отделом сама верит с трудом. А потому уверяет, что со следующей недели работники отдела сами побывают в районах и проведут мониторинг посещаемости школ.